Привет, друзья! Выпьем за нас задерзких, неотёсанных, рисковых, говорил мой директор Эдик Александрович Петросян. 150 килограмм веса, звали его Эдик. Когда он держал в руке телефонную трубку, а он держал их две, он вёл совещание, и эти телефонные трубки были как игрушечные. Он был такой большой, ну, 150 килограмм, это такой большой, вёл совещание, держал две телефонные трубки, разговаривал, одновременно вёл совещание, одновременно подписывал бумаги и спал. Всё одновременно. Да. Знаете, удивительный был человек, звонит мне ночью и говорит, сколько тебе нужно времени, чтобы загипнотизировать заставу пограничников. Я говорю, Эдик Александрович, и что случилось? Он говорит, завтра в 6 часов мы должны быть там. Сам Чебриков проезжает со своей командой, председатель КГБ СССР, короче говоря, будет смотреть наши локаторные, эти самые, наши предприятия. Ну, короче, не будут называть, делают там экранчики, и поэтому говорит, вдруг кто-то скажет, не слишком ли они маленькие, не устает ли пограничник, который дежурит, смотреть на этот экран, а ты в этот момент скажешь, мы их научили ключу для саморегуляции, они могут сами вся и боль снимать, и усталость снимать, и всё снимать. Я говорю, ну хорошо, Эдик Александрович, ну директор, директор, что делать? Короче говоря, через 3 часа, вот когда хотел, когда чего-то хотел, его было не остановить. Через 3 часа звонит и говорит, ты помнишь, что я тебе сказал? Я говорю, помню, Эдик Александрович, ты пьяный не был, когда я тебе говорил? Не был, Эдик Александрович. И так, короче, приезжают ко мне утром машину, и мы поехали на заставу. Ну, я их собираю ребятам, всех научил, и боль снимать у себя, и моментально входить в состояние сна, быстро восстанавливаться, даже стоя на одной ноге. Короче говоря, приезжают делегации, темриков там все, приезжают. И действительно подходят человеку, ну, к дежурному, к солдату там. А это экранчики не маленькие, вы не устаете, он говорит, а мы можем снимать у себя усталость. Ну, хорошо, а как это вы можете? А я все время носил, я где-то рассказывал в ролике, у меня в кармане была пробирка с иголочками. И я говорю, они обезболиваться могут. А как это они могут? Я говорю, ну, смотрите, солдату говорю, держи руки вот так, обезболь правую руку. Он обезболивал, я ему уколил, иголка большая такая, без пробирки. И он стоит, улыбается, а другой уколю он дёрдывает. Ну, больно видно, да? Так, вот. И тут Демирчан, первый секретарь цикапартии Армении, Карин Сиропович. Подходит и говорит, ну-ка, ждай мне иголку. Подходит к солдату и говорит, ну-ка, смотри ко мне в глаза. Сейчас буду колоть. Он дословно до него смотрит, а Карин Сиропович говорит, скажи честно комсомольское, что не больно тебе было. Честно комсомольское? Тогда не буду проявлять, верю. Такой у меня был директор. Когда человек хочет, он всегда чего-то добьётся. Да, ну и они всё развернулись, уехали. А потом меня через два месяца пригласили начальник научно-технического комитета погранвойска СССР. Бурьянов такой замечательный, такой умница. Да, генерал, ну, со всеми делами. Начальник научно-технического комитета погранвойска СССР. И меня расспрашивает, как вы это делаете. Но ты говорит, скажи, кого мы можем пригласить из научных институтов, которые поддержат тебя и скажут, что твой метод уже опробирован, разработан и так далее. И я ему говорю, вот у институт психологии, Академии наук, вот у институт физиологии, с кем я сотрудничаю. И он приглашает моих же друзей из института психологии, Академии наук, которые прекрасно меня знают, с которыми мы вместе не только пиво пили, но и эксперименты делали самые интересные, которые прекрасно знают тематику. И вот они сидят у него за столом на совещании, он их спрашивает, как товарищи ученые. Ну, и вот Наташа, Наташа. Да, она говорит, Володь, вы знаете, мы еще должны проверить. И потом, когда они ушли, Иванович сказал, кого же ты ко мне пригласил? А я потом, Наташу спросил, Наташа, как же так получается вообще-то? Она говорит, ну мы же институт, мы же не можем сказать иначе. Ну как это так? Ну мы же сколько исследований провели, вы же сколько бумаг подписали. Что значит страх? Взять на себя ответственность. А Петросян был другом. Он говорит, завтра лети в Москву, мы летим в самолете в Москву. А у меня в кармане, кроме этих иголок, еще аппарат Ченс, чрезхожный электроневростимулятор. Мой друг Шахов, Володя, изобрел. Это аппарат, который за полминуты боль снимает. Вот проложил к руке или к ноге, там где ударился, ушиб, там сильная боль. Проложил и через полминуты нет. Там 10 колебаний. Но он специально все сделал. Ченс, чрезхожный электроневростимулятор. Хороший аппарат. Там кроме его фамилии еще 10 было, которые там были подписаны как авторы. В том числе директора института рефлексотерапии Дуринян. Ну, короче говоря, еще 5-9, ну, короче, много фамилий, и он самый последний оказался. Ну, так было, да. Да, и вот аппарат этот, и Петросян, значит, в самолете, когда мы летим. Так же все видят Петросян, он такой большой, и они все сидят. И он громким голосом говорит, у кого задница болит, снимай штаны, сейчас мой доктор. Он феномен. Радикулит снимет. И мне говорит, давай снимай. Слушайте, надо же. Поднимается человек и говорит, Эдика Александрович, у меня болит спина, уже 3 дня не могу. Снимай штаны. Весь самолет смотрит, как я его этим аппаратом снимаю, радикулит. И все потом аплодируют. И все любят Эдика. Потому что он человек, он человек с душой, он открытый, он такой умница, он потрясающий. Да, такой человек был. Потом, когда я 5 лет там отработал, я уезжал, меня очень любил, у меня было двухэтажное здание, прямо внутри герметазона, где только в тапочках ходили. Потому что там пыли нельзя, потому что там делали вот эти вот микросхемы и все прочее. А у меня там прямо в герметазоне. Потому что от его кабинета к моему кабинету прямая дорожка была. Он так все сделал, потому что все гости, которые прилетали в Армению, Демирчан их присылал на предприятие Петроссана. А Петроссан показывал меня и мой отдел, который я там создал на базе комнаты психологической разгрузки. Я сделал отдел промышленной психофизиологии. И кто бы туда ни приезжал со всего мира. Он в гости в Армению, ну все же знали Армению, красавицы Армении, люди в Армении, гостеприимство. Ну и Петроссан ко мне водил, и я им показывал, как работницы, как работники, сами у себя снимают усталость. В газете писали, в газете «Правда», в газете писали в 84-м году статья «Получил задание – отдыхай». Вы представляете, да? Это в то время, когда человек должен был работать, и вдруг в газете «Правда» выходит огромная статья с фотографиями. Когда человек за микроскопом сидит и спит одну минуту, чтобы быстро восстановиться. Это же потрясающе, Петроссан, таких людей мало. Но у нас сегодня, у нас как начальство, бюрократия, сложно подчиненное предложение. Да, когда человек боится взять на себя ответственность. Ну вот такой был Петроссан. Я когда уезжал через пять лет, он говорит, зачем ты уезжаешь? Я говорю, ну пять лет мы как договорились, я поработал. А я работал там, после того, как я делал работу в Сентре подготовки космонавтов. Он меня туда пригласил. Гримак меня туда привез, Леонид Павлович. Познакомил с ним. Потому что предприятие передовое. Петроссан был такой удивительный человек. Он, например, там совещание какое-то у Демирчана, и какой-то из директоров высадил, значит, вокруг своего предприятия. Ореховые деревья. Ореховые деревья. Да. Ну и Демирчан делает пример. Вот, говорит, какой директор хороший. Ореховыми деревьями засадил территорию. А Петроссан же не может удержаться? А вам говорят, мы тоже орехами занимаемся, Карен Сиропович. А вы какими орехами занимаетесь? А мы сделали электростимулятор против импотенции. Ну да, орехи же... Ну, короче говоря, Петроссан, я говорю, зачем ты уезжаешь? Зачем ты уезжаешь? Я говорю, ну, я же домой должен ехать. Ну, у вас автономная республика, ты пойми. У нас ты вообще первый человек. А ты поедешь сюда, ты кто будешь? Я говорю, ну как, Рядик Александрович, а моя фамилия-то Алифа, я в Армении. Представляете, я лауреат премии Чилинского комсомола в Армении. Я вместе с собой туда потащил 4-5 человек. Мне присуждали премию, а я своих сотрудников, естественно, а как же? Мы же коллективы. Я их всех туда вписал. Он говорит, не уезжай. Я говорю, да я буду помнить, Рядик Александрович. И вот через несколько лет я написал книжку «Ключ себе», это в 90-м году она вышла. И мне говорили, что Петросян лежал на кушетке, а Юра Манвелян, главный инженер, значит, ему читал мою книжку. И там было написано, как мы ездили к пограничникам, и про Эдика Александровича Петросяна, с Юра, с любовью. Там было написано. И он лежал и говорил, да, не забыл нас наш Али. Не забыл Хасай нас. И был доволен, и я был очень счастлив. Вот такие друзья были у меня. И вот такая дружба была между мной с фамилией Алиев и армянами. Это же невероятно, да? Такого в мире никогда не было, чтобы лауреат премии Ленского комсомола Армении был по фамилии Алиев. А сейчас что творится? Ну и тогда тоже были напряжения. Но все-таки вот сейчас мы, так говорится, выпьем за дерзких, неотерсанных, рисковых. И мы с Владом сейчас, он там завязался с Собби, и мы посылаем туда на конкурс Собби. Эта картина называется «Мой бедный отец». Ее легенда такая. Вот эта девочка, ребеночек, видите, сосочку сучит. Этот отец, он сам ее одинокий вырастил, работал грузчиком, всю жизнь положил, поставил ее на ноги. Она стала знаменитым художником, нарисовала эту картину, называется «С любовью нарисовала. Мой бедный отец». Да. И она стала очень знаменитой, и вот поэтому Влад говорит, давай на Собби, короче говоря, он с ними там переписался, перезвонился, они сказали, просылайте, через две недели дадим заключение. Поэтому, друзья, как говорится, мы сейчас не пьем, ну так мысленно скажем, выпьем за дерзких, неотесанных, рисковых. Но самое главное, чтобы сердце было, чтобы было желание помочь и сказать человеку, если у него ради кубит, прямо в самолете снимай штаны. Давай лечить будем.